Подписание двустороннего соглашения с Союзом садоводов России стало долгожданным подарком для всех дачников и огородников Севастополя. По словам председателя организации Олега Валенчука, документ гарантирует начало системного взаимодействия и изменения законодательных актов. Это абсолютное облегчение людям, которые желают завести свой дом, завести своё подсобное хозяйство. И ряд других вещей. Построив капитальное жилое строение на своём участке, у людей появляется возможность прописаться в этом жилом доме и там жить. Руководитель города Дмитрий Овсяников отметил, подписанное соглашение позволит расширить практику решения спорных вопросов с садоводами. Уже в сентябре власти Севастополя планируют провести выездное заседание Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Помимо этого, соглашение предполагает реализацию образовательных программ для дачников. Сюда приведя все профессионалы своего дела, и это будет не разговорный жанр, а это будет решение конкретных проблем. В частности, нам действительно нужно продлить дачную амнистию, нам нужно определить все подходы к тому, чтобы население Севастополя не чувствовало себя ущеблённым. По словам Дмитрия Овсяникова, на сегодняшний день для правительства города одна из первостепенных задач – совершенствование требований земельного законодательства. И на ближайшее время запланирована разработка региональных программ по развитию садоводства на территории Севастополя. Светослав Данилов, Арсений Ковалевский, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.